Ну что ж, если человек разочек оступился, так его всю жизнь долбать будут. А как практикантов, так нету. Людмила Ивановна, эх, Людмила Ивановна. Да я уже 40 лет, Людмила Ивановна. Ну и что? Ну ты, не даешь студентов не надо, но правда дороже. Какая правда? Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье Вячеслава Яковлевича Куравлева, слесаря авиазавода и парикмахера Валентины Дмитриевны Куравлевой. В 1941 году мать по ложному обвинению выслали на север поселок Зашевик Мурманской области, где они с Леонидом прожили несколько лет на берегу озера Имандра. Его взяли к себе на воспитание мамина родная сестра, тетя Надя с мужем дяди Коли. Жил у них, пока мама не вернулась с Кольского полуострова. Далее рос в Москве в районе Измайлова, где, по его словам, было много шпаны, хотя сам он хулиганом не был. В школе Леонид учился неважно, особенно трудно ему давались точные науки – математика, химия и физика. Как признается сам Куравлев, это и повлияло на выбор профессии. Сестра как-то шутя посоветовала ему после школы поступать во ВГИК. Там уж точно не надо было сдавать ни одного из столь нелюбимых Леонидом предметов. Мне абсолютно не давалась математика, так что нельзя было мечтать о серьезном институте. И вот как-то двоюродная сестра, видя мои муки, сказала, «Слушай, иди во ВГИК, там не надо сдавать математику, вдруг пройдешь?» «Прочитаешь басню, стихотворение и какой-то отрывок из рассказа или романа», – вспоминал он. С первого раза к Куравлеву поступить не удалось. В 1953 году его первая попытка окончилась провалом, и он устроился работать в московскую артель «Оптик». Следующая попытка состоялась в 1955 году. На этот раз Леонид успешно сдал экзамены и стал студентом актерского отделения ВГИКа, где учился на курсе Бориса Владимировича Бибикова. Но после второго курса Борис Владимирович поставил ему двойку, и он, как профнепригодный, был отчислен из вуза. Однако спустя некоторое время восстановился. А на третьем курсе я себя замечательно провел в отрывке пьесы Катаева «Квадратура круга». Это комедия, где показаны времена НЭПа. Я сыграл роль, в которой во МХАТе исполнял великий Борис Ливанов. Но я даже не знал, что эта вещь шла в театре. Когда я играл, в зале был хохот. Хохотал и Борис Владимирович. А потом мне сказал, Леня, а ты превзошел самого Бориса Ливанова. У тебя более точное прочтение образа. Такой комплимент сулил мне, что я никогда больше не буду изгнан из института, рассказывал актер. В кино Леонид Куравлев дебютировал еще будучи студентом. В 1960 году он сыграл матроса Камушкина в историко-революционном фильме Михаила Швейцера «Мичман Панин». Параллельно Куравлев снялся в дипломной работе Василия Шукшина. Из Лебяжьего сообщают. Первый, широкий успех и узнаваемость пришли к актеру после картины «Живет такой парень». Как отмечал сам Леонид Вячеславович, в этом фильме он в какой-то степени играл самого себя. Он рассказывал, человек по своей природе сказочник и мечтатель. Он верит, что наступит какой-то момент, который преобразит его жизнь в лучшую, счастливую сторону. И у меня такая вера существует. Но иногда удача приходит, когда ты, может быть, о ней не успел еще помечтать. Так произошло и в моей жизни, когда Шукшин меня снял в своей первой полнометражной картине «Живет такой парень» с самой моей любимой. Я был как бы запущен в счастливую киносудьбу. У меня это первая главная роль. Леонид Куравлев более 50 лет был женат на Нине Васильевне. Познакомились они на катке, когда Леониду было 16, а Нине 13. Он учился в 9 классе, когда на катке впервые увидел ее маленькую, хрупкую, очень красивую и беззащитную девочку. Она прокатилась мимо совершенно очарованного Лени, даже не заметив его. А вот он успел за несколько коротких мгновений рассмотреть и нежный румянец, и погруженный в себя взгляд. Девочка оказалась младше Леонида на 2,5 года. Она училась в 7 классе. Когда Леонид уже был в 9, они серьезно подружились. Стали созваниваться, гулять, ходить в кино. Его Нина оказалась удивительной девочкой, не похожей ни на кого. Спокойная, даже строгая, при этом необыкновенно добрая и приветливая. А самое главное, Нина была абсолютно самодостаточной личностью. Она никогда не ревновала его и не требовала отчета о том, где и с кем был, если он вдруг внезапно пропадал, а потом также внезапно появлялся под ее окнами. Леонид понял, что он встретил ее, свою единственную. Ему не нужно никого искать, страдать, метаться. Он выбрал один раз и на всю жизнь. Поженились, когда актеру исполнилось 24 года. Она была для меня всем. Моя жена была очень красивой, невероятной, признавался актер. Мы никогда не давали друг другу клятв верности перед долгой разлукой. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще. Все свои роли Леонид Куравлев сыграет уже после свадьбы. Куравлева Нина Васильевна была его главным критиком. Она смотрела все его работы и давала советы из жизненных наблюдений. Это позволило ему не повторяться в своих ролях и стать артистом широкого диапазона. Что это за крокодил к тебе приходил? Это моя подруга. И очень даже симпатичная. Двухметровый крокодил с улыбкой Монолизой. В одном из редких интервью он скажет, что без жены страна никогда бы не узнала актера Куравлева. Она работала в школе простым учителем английского языка. Позже Нина Васильевна станет завучем, а затем и директором школы, всего добившись самостоятельно. Дочка Екатерина родилась у Куравлевых в 1962 году, а сын Василий в 1978. Сына супруги назвали в честь Василия Шукшина, который по сути дал путевку в кино начинающему актеру Леониду Куравлеву. Дочка Леонида и Нины Куравлевых закончила Щукинское училище, снялась в нескольких фильмах. Она даже сыграла вместе с папой в самой обаятельной и привлекательной. Но девушка довольно быстро поняла, что театр и кино не являются ее призванием. И Катя продолжила свое образование, став психотерапевтом. Василий окончил автодорожный институт. С 2004 года развивал собственный бизнес. У него трое сыновей, которых очень любила Нина Васильевна. Мальчишек просто обожал Леонид Вячеславович. Внуков зовут Степан 2003 года, Федора 2007 года и Григорий 2010 года. В 2012 году жена Куравлева стала жаловаться на недомогание. Врач просмотрел у нее инфаркт. Когда они обратились к другому доктору, было уже поздно. Опираться на сердце не дала результата. Если бы она была сделана немного раньше, жизнь Нины Васильевны можно было бы спасти. В апреле 2012 года любимая жена актера умерла. Леонид Куравлев с уходом супруги потерял смысл жизни. В первое время он практически перестал выходить из дома. Дочка Екатерина переехала к отцу и взяла на себя все заботы о нем. Василий постоянно навещал их. Дети и внуки фактически вдохнули в папу и дедушку жизнь. Постепенно, шаг за шагом, он заново учился ходить, дышать, говорить. Без своей Нины. Леонид Вячеславович хотел поставить на могиле жены большой красивый памятник. Но его природная скромность остановила этот порыв. Он установил обычный монумент. На двоих. Там было высечено имя его жены с датами рождения и смерти. А рядом было его имя и без даты. 30 января 2022 года Леонид Куравлев умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни, пережив свою супругу на 10 лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова